Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы в программе коснемся сразу нескольких актуальных тем, а начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли и 43 человека получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано более 200 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 39 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 13 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а также 8 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Около 40 нарушений допустили водителям мототранспортных средств, пешеходы нарушили ПДД более 80 раз. Выявлено 36 нарушений водителями, которые перевозили детей с нарушениями, а также 145 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 20 нарушений допустили водители автобусов. Ночью 16 июля в Чучковском районе на железнодорожном переезде в селе Алладино 42-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительной информации выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электропоездом. В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. 18-летний пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка. Сразу несколько необычных аварий произошло в регионе. Об этом сообщают в госавтоинспекции. А вот необычны они тем, что за рулем транспортных средств находились дети, которым не было и 14 лет. Зачастую в таких авариях ответственность перекладывают на родителей. Это фотографии с места аварии в Клепяковском районе. За рулем мотоцикла сидел 10-летний ребенок. Его пассажиру было и того меньше – 8. Как выяснили сотрудники госавтоинспекции, эти парубки – главные виновники ДТП. Мол, разогнались слишком быстро. Потом столкновение с Митсубиси Паджеро, скорая. Хорошо еще, что живы остались. Госавтоинспекция напоминает, что управлять даже маломощными мопедами возможно только при достижении 16-летнего возраста и наличии водительского удостоверения категории М. Последствия для юных водителей мототранспортных средств также могут последовать в виде материальных затрат. Совокупность всех штрафов только в одном случае приводит к выплате значительной суммы. Если нарушителем является несовершеннолетним, сведения о возникшем факте направляются в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующего решения. А пока водительского удостоверения нет, лучше управлять машиной только в компьютерных симуляторах. Доступ же к ключам от реального мото- и автотранспорта детям лучше ограничить. А то может произойти и такое. В селе Печерники Михайловского района 15-летний подросток, управляя мотоциклом Кая, двигаясь с 14-летним пассажиром, по предварительной информации пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия подростки получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция провела проверку. Установили, что этот самый Кая является питбайком. То есть на дорогах общего пользования ездить на нем нельзя. А во-вторых, сам транспорт стоял в гараже в свободном доступе. Разумеется, законный представитель несовершеннолетнего получил штраф 500 рублей. А вот владелец питбайка 30 тысяч. За то, что передал управление лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Согласно правил дорожного движения, если по дороге едет автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной, то всем остальным транспортным средством нужно прижаться вправо. А при необходимости даже остановиться. Ну, это согласно правилам дорожного движения. А вот как в реальности выяснили сотрудники госавтоинспекции в ходе очередного рейда. Автомобиль скорой медицинской помощи мчится на очередной выезд. Спецсигналы включены, сирена воет на всю улицу спортивную. Следом за машиной едет патруль ДПС. Они следят, кто из водителей скорую не пропускает. Иначе штраф. За непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружной поверхности специальные сатографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители рискуют получить штраф в размере от 3000 до 5000 рублей, либо лишиться права управления транспортным средством на срок от 3 месяцев до 1 года. Касается это правило и пешеходов. Если услышали сирену, на переход лучше не выбегать. А если уж вышли на проезжую часть, то дорогу освободить. Это тоже прописано в правилах дорожного движения. Следует отметить, что в избежание конфликтных ситуаций на дороге в автомобилях скорой помощи установлены видеорегистраторы, записи о правонарушениях с которых в своевременно поступают в госавтоинспекцию для привлечения нарушителей к административной ответственности. Вызвали бригаду медиков в Соколовку. Едет экипаж и по встречке, и на Красный. Водителям все поголовно включают поворотники и смещаются в правый ряд. Ни одного нарушителя выявлено не было. Водители скорой говорят, кстати, что на дорогах такая ситуация не редкость. Сейчас народ у нас стал более-менее адекватный. Стали понимать, что если сегодня не пропустил ты, завтра не успеют к тебе. Но есть некоторые индивидуумы. Это относится к лицам старшего возраста, которым далеко за 60. Ну, начинают. Даже приходилось выходить, объяснять. А вот другие ситуации. 3 марта этого года. На улице Зубковой водитель легковушки не стал пропускать автомобиль скорой. Очевидцы пишут, что мужчина даже в драку полез. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Но до приезда инспекторов водитель, говорят, уже уехал. Или вот прошлогоднее видео. На Северной окружной водитель Рено Дастер тоже не пропускает машину скорой медицинской помощи. Авторы ролика написали, что ехала машина с включенной сиреной и световым сигналом. Плюс просила через громкоговоритель уступить дорогу. Бригада спешила на ДТП, в котором пострадал ребенок. Уже после стало известно, что водителя Рено Дастер привлекли к административной ответственности. Штрафу в 3000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что непредоставление преимущества транспортным средствам экстренных служб может привести к трагическим последствиям. Так как для спасения жизни человека важна каждая секунда. В ДТП на пешеходных переходах могут быть виноваты не только водители, но и сами пешеходы. Сотрудники госавтоинспекции напомнили основные правила, чтобы печальную статистику снизить. 30 мая пешеходный переход на улице Чапаева. Автоледи на Ауди сбила женщину, которая переходила дорогу по переходу нерегулируемому. 39-летнему пешеходу понадобилась медицинская помощь. А вот наказание для водителя вынесут сотрудники госавтоинспекции. В зависимости от тяжести физического вреда. Легкие, например, классифицируют как кратковременное расстройство здоровья. То есть на заживление травм потребуется меньше трех недель. Наказание за такой штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок до полутора лет. Тяжкий вред здоровью или гибель человека уже уголовная статья. Срок там до трех лет. Чтобы такого не случилось, сотрудники госавтоинспекции напомнили простые правила для водителей. Согласно правилам дорожного движения, водители, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть, или вступивших на нее для осуществления перехода. За невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам на водителя налагается штраф в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Пешеходов правила дорожного движения тоже касаются. За сутки, например, сотрудники ГИБДД выявляют с десяток нарушителей. Чаще всего, кстати, дорогу переходят вне зебры. Штраф 500 рублей или предупреждение. Банальные истины по-прежнему актуальны, пересекая дорогу по пешеходному переходу, при этом убедившись, что все машины остановились. Да и двигаться нужно аккуратно. О бравых подвигах экипажей ДПС то и дело рассказывают в социальных сетях. Помогают они как водителям, так и пешеходам. Нам удалось пообщаться с одним из таких экипажей. И как они работают, расскажем прямо сейчас. На маршруте патрулирования старший лейтенант Сергей Орлашин и его напарник, лейтенант Илья Буров. Сегодня пока без происшествий. Говорим с инспекторами о нашумевших в соцсетях случаях. 9 мая в Рязанском районе к сотрудникам обратился водитель автомобиля Киа Рио. Говорит, выручайте, жена на седьмом месяце нужна медицинская помощь. Мы в крыльчайшее время пересадили женщину к нам в патрульный автомобиль и с спецзвуковыми сигналами доставили в ближайшее родильное отделение в город Рязани. То есть передали врачу, женщину. Видели, что все в порядке? Да. И вернулись на место? Да. Жизни ничего не угрожает и вернулись на место патрулирования. Или вот другой случай. На 543-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» к сотрудникам подошел житель Тульской области. Говорит, у сына приступ острой боли в животе. Нужно вести внеотложку. Инспекторы доложили по рации и приняли решение доставить ребенка сами. Мальчика передали в руки специалистов. Убедились, что его жизни ничего не угрожает и, как и в прошлый раз, вернулись на маршрут патрулирования. Людей часто выручаем на дороге, когда и машины ломаются, то есть помогаем людям во всех ситуациях. Лейтенант Илья Буров на службе всего 4 года. Говорит, просто решил попробовать. Понравилось. Схожая история и у его напарника, старшего лейтенанта Арлашина. Правда, в этом году у него уже юбилей, 10 лет. Рассказал, что он напарнику своему помогал советами. Главный из них помнит, что называется «назубок». Главное – с людьми себя вести по-человечески, общение. Осталось все равно человеком. В любой ситуации оставалось человеком, да? Оставалось человеком. Что бы не случилось? Неважно, ты в погонах или без погон. Главное – общение с людьми. Сами инспекторы свои поступки героическими не считают. В конце каждой подобной истории добавляют. Потом вернулись на маршрут патрулирования. После одного из таких случаев водитель ходатайствовал о представлении сотрудников к награде. Впрочем, пока инспекторы поощрения так и не получили. Теперь заявление о возмещении убытков в дорожно-транспортном происшествии можно оформить онлайн. Это стало возможным с 15 июля. Напомним, подается оно только в том случае, если ущерб причинен только автотранспортному средству, а у водителей нет между собой разногласий. Далее расскажем, как это будет работать. Удобство европротокола признают многие водители. Не нужно ждать сотрудников госавтоинспекции, не создавать пробку. Достаточно было записать все в бланк, сделать фото на том и разъехаться. Теперь же процедура этой вовсе перешла в онлайн. Заявление о возмещении убытков в ДТП можно оформить через личный кабинет на портале госуслуг. Сделать это можно будет через личный кабинет на портале госуслуг, где формируется полный пакет документов, либо страховая компания в своем мобильном приложении или на сайте предоставит сервис. Если оба водителя согласны, то можно даже осмотр авто провести удаленно, то есть на основе фото и видеоматериалов от участников ДТП. Правда, для заполнения такого заявления нужно все же несколько условий. Во-первых, если в результате аварии пострадали только авто. Во-вторых, у водителей не должно быть разногласий об обстоятельствах столкновения. А третье условие – на ДТП не выезжали инспекторы ДПС. Хотелось бы обратить внимание, что по-прежнему для автовладельцев остается право обратиться в страховую компанию с бумагами в офис, так сказать, очно. Данное право за ними остается. Сотрудники Банка России добавили, что если до конца 2024 года страховые компании именно что предоставляют право обратиться к ним дистанционно. А уже с 1 января 2025-го – это их обязанность. В целом же, по статистике, за первый квартал этого года рязанцы заключили больше 70 тысяч договоров обязательного страхования автогражданской ответственности почти на полмиллиона рублей. При этом средняя стоимость полюса – около 6,5 тысяч. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok